То есть Эбингаус, он экспериментально в своей экспериментальной психологии собрал методику интервального повторения. Что если вам правда надо что-нибудь выучить, то вы это повторяете сначала через час после того, как выучили, а потом через 6 часов, потом через 24, и дальше можно уже через неделю и так далее. Тогда было непонятно, почему так. Сегодня понятно, почему так. Потому что мозгу нужно, с того чтобы перевести что-то как временную память, вырастить в себе новые синапсы, он вообще-то не хочет. Вообще-то жалко энергии. Если бы мы на всё, что мы видели, растили по себе синапсы, растили по себе долговременную память, у нас бы мозг из ушей полез. Мозг говорит хозяину, ты уверен хозяину, что нужно. И это молекулярно может не зависеть от того, сколько поступило сигналов. Сколько отсюда поступила серотонина, поступило ли его достаточно, для того чтобы выработалась достаточно протенки на ЗАА, для того чтобы ее хватило не только на кратковременную память, но и на долговременную память, на рост нового синапса, на то, чтобы подействовать на ядро. И каждый раз, когда мы повторяем, о, я потеряла 50 рублей. Каждый раз, когда мы повторяем, я думаю, что это была я. Каждый раз, когда мы повторяем, мы в конечном итоге вырабатываем еще немножко неремидиаторов вот в этой конкретно активированной нейронной сети, которая конкретно связана с запоминанием этого факта. И когда мы выработали их наконец достаточно, у нас изменяется сама анатомия. Сама анатомия приводит к тому, что мы запомним эту долговременную память. Долговременная память, она ослабеет в том случае, если мы никогда больше этого повторять не будем, потому что, опять же, мозг очень пластичный, мозг постоянно перестраивается. Если вы хотите что-то помнить, нужно время от времени это содержать в памяти, и тогда оно останется там навсегда. Как вы уже поняли, мозг меняется материально, мозг растит новые синапсы. Существует одно хорошее время, когда ему очень удобно это делать. Это очень хорошее время называется сон. Кто-то из вас, может быть, был на моей лекции про сон, которая была год или полтора назад в Екатеринбурге, или поменьше, меньше, чем чаще. Немножко сливаем все по голове. Да, наверное, нет, наверное, примерно год назад, мне кажется, что это хорошо. Ладно, не важно. Весной. Ну, понимаете, нужно вспоминать то, что важно. Нужно вспоминать то, что на сайте, а не то, когда идея может у нас показывать на сайте. Ну, в общем, короче говоря, главная история, главная функция из нас точки зрения каталоги это быстрее сводить, как точка зановой, то информация в таком течении не была усвоена. Если вы возьмете куш, и велика селиклица, и велика селиклица, и вы будете учить ее на дископеритов, то вы увидите, в последствии, знаете, какие средства, какие-нибудь программы будут активироваться, когда в ночице происходит. Когда потом ваша цена должна спать, вы увидите, что вы активировались те же данные средства с той же данной цели. Вторая группа людей у вас выучит что-нибудь утром, потом будет весь день голобродить, потом поспит, потом будет утром ее процитировать. Первая группа, которую я выучила перед сном, покажет намного более хорошие результаты в запоминании, в воспроизведении, потому что у нее это было самое свежее впечатление перед тем, как она пошла спать, и мозг спокойненько сначала запомнил его, спокойненько сначала на него красил себе новых синусов. Здесь нарисован гипотетический диалог между разными отделами мозга, когда гипогрампа говорит, вот у меня есть еще такое впечатление, будем запоминать? Кара говорит, вот это будем. А вот это будем запоминать. Кара говорит, вот это не будем, это не важно. И так они в стадии медленного нового сна общаются, потом в стадии быстро нового сна стабилизируют то, что мы запоминали. И кто спал хорошо, тот все помнит, кто спал плохо, тот ничего не помнит. Если вы когда-нибудь готовились к сессии, и вы сначала утром выполнили себя бы хорошим человеком, то я бы все выучил утром, потом пошел бы гулять, но мне с этого 200 рекламы обходите, потом только вечером учите, вы все правильно делаете. Так и надо. Неребиологи отопрят. Когда мы приймем к власти, все будут учиться только поначалу. Никаких первых хоков не будет никогда, как их уже нет в моей магистратуре, потому что ее сделали неребиологи. Ну и кроме того, экспериментальная психология за два века своего развития открывала большое количество разных закономерностей. Закон действия, который говорит о том, что мы лучше вспоминаем то, что мы делаем руками, применяем на практике. Закон повторения, который говорит, что если я скажу вам, 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 то вы обратите на это внимание и значит как-то запомните. Закон края, который говорит, что мы лучше помним то, что было вначале и в конце. Закон «Проможение», который говорит, что мы склонны путаться в похожих единицах информации. Вот я вам рассказывала про одни молекулы про улиточку и про вторые молекулы про МНД. И я думаю, что у тех из вас, кто видел то и другое в первый раз, все это в голове изрядно перепуталось, вы уже не можете понять, вспомнить, какие слова к чему из этого относятся. Закон «Длинный ряда» — это про рабочую память. Про то, что в рабочей памяти мы удерживаем в лучшем случае 7 единиц информации, скорее всего 4, и поэтому лучше любую информацию отрабить на блоке вот такого размера, потому что блок больше, наверное, гораздо сложнее, мы не можем его одновременно мопулировать в нашей рабочей памяти. Закон «Осмысление» — тоже довольно понятная вещь. Когда мы что-то поняли, мы это лучше запомнили. Закон «Интереса» — понятная вещь. Наверное, из моей лекции вы что-нибудь запомните в связи с того, чтобы добровольно сюда пришли. Закон «Остановки» — когда мы думаем, я должен это запомнить, я должен это запомнить, потому что мы запоминаем лучше, чем когда не запомнили закон незавершенности, который говорит нам, что мы запомнили эту лекцию лучше, если бы я сделала вот так. Ну и закон «Контекста» — это то, как вот тот молодой человек из начала лекции СФ запоминал длинные последовательности чисел, способность связать на долговременную память. Все эти вещи совершенно не нужно запоминать, потому что они совершенно очевидны. Они совершенно капитанские, они следуют напрямую из двух вещей. Во-первых, из того, что мозг материален и что должны расти синапсы. А во-вторых, из общего понимания схемы взаимоотношений между вниманием, кратковременной памятью и долговременной памятью. Смысл здесь в том, что мы, в принципе, берем в рабочую кратковременную память то, на что мы обратили внимание. Все вот эти упомянутые закономерности, они были про то, как заставить нас обратить внимание на информацию. Если она нам интересна, мы обращаем на нее внимание. Если она была в начале или в конце, мы обращаем на нее больше внимания, потому что сначала мы анализируем, что это за новая история, а потом мы понимаем, что она вот так закончится, хорошо бы что-нибудь на нее, что-нибудь при ней понять. На что мы обратили внимание, то попадает в кратковременная память. Что в кратковременной памяти осталось, то может перейти в долговременную, если мы посчитаем это достаточно важным, и если мы просто достаточно долго это прокрутим, достаточно внимательно в кратковременной памяти. И что важно, долговременная память влияет, в свою очередь, на то, на что мы обращаем внимание. Я вам про это в самом конце расскажу, историю жизни, а пока что те из вас, у кого есть бумажка и ручка, вам задание. Попробуйте, пожалуйста, нарисовать велосипед. Вы представляете себе, как вы представляете велосипед? Если у вас нет бумажки и ручки, то просто сосредоточьтесь и попробуйте представить себе велосипед. Представьте себе, где у него сиденье, где у него педали, где у него багажник. Где у него штук. Я тоже поклоню, чтобы вам было не скучно. А ручку я могу кому-нибудь дать, если хотите. Когда закончится, скажите мне... Давай.